ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Общественники предложили изменить правила оформления ДТП. Речь идет о случаях, когда авария произошла на оживленной многополосной трассе и стоящие автомобили мешаются другим водителям. По мнению активистов, необходимо разрешить участникам инцидента съезжаться на обочину и уже там решать все вопросы. Поводом для этого стала очередная автоавария на МКАЦ. Из-за сломавшейся газели там разбились в общей сложности шесть машин. К счастью, люди не пострадали. ТРАССА 101 Власти планируют упростить оформление перевода автомобилей на газ. Минпромтор подготовил поправки в законодательство, которые предусматривают создание реестра типовых решений при установке ГБО. То есть каждый случай не будет считаться уникальным, а значит, автовладельцу не придется получать сертификат соответствия. Правда, речь идет только об автомобилях российского производства. ТРАССА 101 Несмотря на то, что продажи новых автомобилей в России растут, не считая пандемийный 2020 год, доля свежих машин в общей массе уменьшается. За последние 10 лет, по данным агентства «Автостад», процент авто не старше трех лет сократился с 16 до 10. Заметная прибавка произошла в категориях от 7 до 10 лет, от 11 до 15 и от 16 до 20 лет. Средний возраст легковушки сейчас вплотную подобрался к 14 годам. Всего легковых авто в России насчитывается около 45 миллионов. ТРАССА 101 В Москве и Московской области готовятся внедрить систему штрафов за выброс мусора из автомобилей. Если такой проступок зафиксирует дорожная камера, то нарушителю придется заплатить 10 тысяч рублей, если инспектор – 15 тысяч. В случае рецидива суммы вырастут, соответственно, до 20 тысяч и до 30 тысяч рублей. Для юрлиц в случае крупного сброса хлама предусмотрят штраф до 200 тысяч и конфискацию транспортного средства. ТРАССА 101 США, Китай и Россия, как заявили в правительстве нашей страны, вот мировые лидеры в деле разработки беспилотного транспорта. Власти убеждены, что недалек тот час, когда машины без водителей смогут осуществлять не только грузовые, но и пассажирские перевозки. В нынешнем году испытания беспилотников должны начаться на российских дорогах общего пользования. Где именно это будет происходить, не уточняется. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101